Живая или искусственная? Таким вопросом в преддверии Нового года задаются многие россияне. Те, кто все же решился на покупку настоящей елки, уже могут купить ее на базарах. В Люберцах их более 50 в этом году. За зимней красавицей отправилась и наш корреспондент Анна Троян. Несмотря на совсем нетипичную зимнюю погоду, Новый год уже не за горами. И чтобы праздник к вам пришел с соответствующим настроением, вам просто необходимо поставить елочку. Как не прогадать с выбором красавицы? Сейчас разберемся. Сибирские зеленые красавицы, датские пушистые ели, сосны прямиком из Перми. На базарах Люберец елочки пестрят изобилием. На Кирово и в ЖК «Самолет» предприниматели балуют жителей свежесрубленными деревцами. Дарят первым покупателям подарки, делают скидки и помогают определиться с выбором. Сибирские елочки – это, во-первых, чистая зона. Это Сибирь, там морозы. Принеся елочку в дом, ребенок маленький, который бегает, хороводы крутит, он дышит чистым воздухом, чистой атмосферой с елочкой. Большой популярностью у люберчан пользуются именно елки. Полтора метра, говорят реализаторы, самый ходовой размер. В этом году такое деревце можно приобрести в среднем за тысячу рублей. Метр ели стоит 700, сосна – 800 рублей. Однако, прежде чем оплатить покупку, нужно ответственно отнестись к выбору зимней красавицы. Конечно, в первую очередь стоит обратить внимание на цвет елки. Иголки должны быть зелеными. Здесь надо быть осторожным при покупке в темное время суток, потому что бывают определенные условия, при которых елку могут подсветить снизу. То есть желтизна уйдет. Стоит обязательно эту елочку посмотреть, вытащить ее из общей массы, которая приглянулась, распушить ее полностью, посмотреть со всех сторон, то есть нет ли где-то облезлости. Во-вторых, нужно потрогать, попробовать иголки, то есть насколько она осыпается, не осыпается. Провести рукой, ну не вдоль, а против. При выборе сосны обратите внимание на количество рядов веток. 5-6 уже хороший показатель. Отмечу, некоторые предприниматели даже дают гарантию и могут обменять деревце, если оно осыпалось до нового года. Елочные базары в Люберце, как и во всем Подмосковье, стартовали 20 декабря. В первые же дни продажи на лесных красавиц большой спрос. Ведь сейчас пока еще все, как говорится, не расхватали. И есть большой выбор. Мне нравится запах натуральной елки. И с детства у нас постоянно в семье были живые елки. Запах у нее полезен, тем более маленький ребенок дома находится. Покупая живое деревце, не забудьте, что за ним нужен определенный уход. Принеся елку домой, дайте ей постоять и, так сказать, освоиться. Установите ее в подставку с емкостью с водой, либо в ведро с песком. Мы что советуем? Ацетилсальциловая кислота, 3 таблетки в полторашку. И каждый день поливаешь, поливаешь, поливаешь. Все. Ну, то есть добавляешь на воды. Она шпитывает. Вот. И самый такой обычный способ. Также на люберецких рынках часто можно встретить популярный новогодний товар – хвойные веточки. Его можно купить в среднем за 300 рублей. Елочные базары будут работать включительно до вечера 31 декабря. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий. Аминь. Аминь. Очень камень.